Беспрецедентный кризис в сфере туризма. По подсчетам операторов, с начала режима чрезвычайного положения почти половина клиентов попросила аннулировать путевки и вернуть деньги. Мы всем сказали, что если они будут настаивать на возврате, его нельзя будет сделать быстро. Практически все деньги, выплаченные клиентами в качестве аванса за отдых, мы перечислили зарубежным партнерам. Доходы у туристов снизились, у людей не будет возможности выплатить полную стоимость путевки. Даже самые лояльные, которые были согласны перенести отдых на другие даты, настаивают на возврате денег. Для нас это практически невозможно. Чтобы удержаться на рынке, агентства предлагают клиентам компромиссные варианты. Первый – это перепрограммирование поездки. Вся сумма, уплаченная клиентом, сохраняется вместе со скидками раннего бронирования. Никаких штрафов. Второй – это замораживание средств. В течение следующих 18 месяцев клиент их может использовать для поездки по любому направлению. Национальная ассоциация экономических агентов из туризма запустила компанию с просьбой изменить закон, обязывающий агентство возвращать средства в течение 14 дней. Мы подали множество обращений в правительство, в Министерство экономики, но, к сожалению, дело заглохло. Мы очень хотим, чтобы до 15 мая внесли поправку, которая бы дала нам больше времени на возврат и защитила от нападок недовольных клиентов. Мы обратились за комментарием к советнику премьер-министра Виталию Драганчи. Сначала он сказал, что находится на заседании и попросил перезвонить, а потом не стал брать трубку. Связаться с пресс-службой президента тоже не удалось.